Здравствуйте, Александр. Опоздали к этому, как сказать, к вебинару, а я хотел чтобы нам рассказали про Москву, что шумит Москва, и так далее, и так далее, как что, как было, как встретили, как вы умудрились, как вы говорите, рядом такие монстры, а я там сижу, аспирант первого курса, но я скажу вам смелости не занимать. Когда-то, Елена Александровна, придет новый человек, вас разорвут на части, потому что вы нужны в Академии наук, вы нужны в школьном образовании, вы нужны на испытательных участках, причем уже учить других, учить на экране всю страну, чтобы студенты, не каждый сидел там в своем этом, а то, что называется дистанционное образование, чтобы основа нового садоводства, где вы тоже приняли участие, вот вы стоите, меряйте, чтобы это прозвучало на всю страну, раз и навсегда, по такими шажками, как сейчас, доказывать вот это вот, это бесполезно, их сотни, их тысячи вот этих вот безграмотных, они уже отняли хлеб у всех этих, сейчас же, вы знаете, что сейчас эти последние издания, что еще дышат, да, они перестали печатать железо, печатать те, кто раньше меня уже ушел из этого мира, раньше печатали, а зачем, всю ту же погонь из этого, из интернета, все те же дебильные статьи, прям на странице эта самая, как они, бумажная, то же самое, а это, вот, мы с вами ходили по саду и делали учебные снимки, я их, тысячи у меня их, ну, и все, я успокоиться не могу, смотрите, сейчас, я вам как, это, нет, а, ну, по порядку, у нас время истекает, хотя бы расскажу, что сейчас в саду делается, это академики, самое интересное будет потом, они перезимовали зиму, да, это косточки, а академики, там отдельно, не взошли королевские, я думаю, зайдут годом позже, они не взошли, ну, как говорится, технологии одинаковые, да, статификация, посадка, а королевские не взошли, простите меня, и на второй год не взошли, а эти, правда, очень бельнистая земля, академики взошли, это, конечно, еще не выводы, почему королевский не взошел, он родом из Франции, а академик с Дальнего Востока, ну, он тоже сборный по сусинке, это же гибрид, академик это гибрид, там несколько кровей, получалось, что ему эта почва устроила, а королевские устроила, мотайте на ус, а это почти все взошли, снимок не самый яркий, потому что это на зеленом фоне, ну, три из них, вот ее в Красноярску везет, вот, сотрудница, пусть не официально, но, вот, и мне придает молодые силы, я чувствую, что я не зря живу, а вот это, знаете, что интересно, вот это дерево, у нее выше штамп, оно почти целый день тянет, а вот это дерево, которое штамп ниже, это тянулось, а это не тянулось, это сливы, как корневые отводки, я их не садил, и единственное, что вовремя спохватился, я не стал при кошении травы их брать, и вот, получается, штамп искусственного нету, а он, естественно, потому что он тянулся к свету, света нет, веток нет, здесь света больше, видите же, да, здесь света больше, в течение дня здесь хотя бы 50% светло, несмотря на огромное вишни, а у этого где-то 20%, а остальное время в тени, вот вам, пожалуйста, влияние природных условий на управляющие штампа, и самое страшное, это я всю жизнь буду, это какой идиот первый, я не знаю, но последователи оказалось таких, то есть у них есть глупые, наивные, просто доверчивые люди, которые начали делать искусственные штампы, положено, кому? Привитым деревьям положено, и почему, если у той дамы, у которых вот эти вот самые заставили, эти тибелязвики заставили калечить штамп, у семилетней, сиенца, и ветки, прекрасные ветки, вспоминайте, проходили, прекрасные ветки, на высоте где-то 20 сантиметров, мощные, с светочными почками, это самое, во все четыре стороны, одна из них, как бы второй штамп, только под углом, мне тоже казалось, отрезать все четыре, такие раны, я уже не говорю, зачем, объяснение-то у меня, нет, я спрашиваю другое, за что? Та доверчивая женщина разместила снимок в этой самой, там, где вот мы их были, которые меня обозвали этим, обманщиками-мошенниками, что же за страна такая? Ну, это же сиенец у нее, она купила или вырастила, и вот у нас все сиенец, у нее пошли ветки, я ли пошли, так, как им положено, скелет пропорциональный, что тебе надо? Нет, выше, ни это, ни за сорока трешки, а не на высоте 20 сантиметров, я не могу остановиться, ведь они же не то, что, представь, как, Валерий Костянович, ну, там потише, ладно, вот, не позорьте нас сильно, по единству попросили, не называйте их там эти, именно от позора спасайтесь так, а почему честно не сказать? Нет, если вот эти верить, сран, не будет страшно, значит, дерево будет плохо расти, оно будет болеть, и раны обязательно нужны, ну, доказывайте свою правоту-то, а то прокукорекать, угробить все еще один саженец, таких миллионов гробят-то, там же свилетели-то, сотни тысяч вашей переписки, думать же надо, так, черный абрикос, нормально, персики неукрытые, привитые, подмерзли, это то, что называют тепловой подушкой, слева летняя кухня, справа ограда, ветер сильно не гуляет, место чуть ли не солнцепек, вот он предел морозостойкости, но зато мы имеем самые морозостойкие в мире, персики, градусов на 5, на 8, на 10, более морозостойкие, потому что самые крупнейшие авторитеты, отдаем должное, честно говоря, 26, 26, 28, почки при 25, умирают, а ростовые при 20, при 28, чаще всего встречаются, где-то один написал, 30, где-то когда-то, что-то выделил, 30, но про 30 градусов, никто не пишет, а вот и на Сибири, и на саду вспоминайте, какие были морозы, вы были рядом, вот это вот, как назовем это, питомник, постепенно переходящий в маточный сад, но это еще начало пути, это абрикосы, зашли недружно, вот видите, ну ничего, достаточно, мы берем количество, поэтому они не все хотят сходить, так всегда бывает, вот, это, сами понимаете, груши взошли, вот они на переднем плане, хорошо видно, ну опять недружно, а что вы хотите, вот, это уже привитые пошли, ну тут как были, вот сколько было по двое, столько и привили, это то, что называется, знаете, как это называется, это, те пескосков, которые, что еще показать вам, вот здесь вот, это паина, хорошее, мощное дерево, да, два года назад, тут позировала, рядом с этим деревом, у меня на сад на же, прекрасные абрикосы, только опять изменились, у нас же, где-то не существует, они меняются, каждое поколение, хотя и привитые, вот, и тут у меня, вот тут одну ветку отрезал, и выше одну ветку отрезал, ну на прививку, все, заболели сразу, видите, а не подходил бы я к ним, а доказать это никому не могу, это то же самое, вот уже самые эти, дошли уже до такого роста с весны, хотя весна холоднёчая, это прививки, вот, взошли, вот так, а нет, это, я даже не соображу, нет, это уже привитый абрикос, вот, это яблони, это к тому теме, вот, видите, низ, да, смотрите, они прямо над землёй, я сейчас покажу вам, пока ещё яблочки маленькие, ну ладно, посмотрите внимательно, вот, одну из причин, вспоминаем мы хохотали с вами, по которой надо отрезать нижние ветки, а посмотрите сколько здесь плодов, если внимательно приглядеть, потом вырос, они же крупные, нет, не крупные, они очень крупные, там до 500 грамм, 300, 400, 500, вот это дерево, так вот, это тот самый Голден Железово, видоизменённый, и вот, значит, мы хохотали, когда, одну из причин, почему нужно было уничтожить эту ветку, на которой ведро яблок гарантировано, что вот эта ветка, потом сфотографировать буду, ну, каждое яблоко вот такое, понимаете, их плохо видно, но их тут много, её нужно отрезать, потому, ведь это серьёзные люди пишут, и для кого, сотни тысяч просмотров, тема обрезка, сотни тысяч, надо отрезать нижнего ветки, вот такие, они лягут на землю, и плоды сгниют, это на полной серьёзе написано, а я у себя ни одно гнилого в прошлом году не видел, оно так же на земле лежало, почему, потому что на траве, а если ты с дурой учишь, чтобы всё было полностью чёрный парк, вот кто бы из тех, вы знаете, помните, я рассказывал, я уже заканчивал разговор, мне становится очень сложно, я рассказывал, что взять бы в наручники, закрывать вот так, привезти тех, кто учит ветки-то лишнее обрезать, да, и во время, когда вот такие яблоки, когда 100-граммовые абрикосы, а они же висят на тех ветках, которые считаются незаконные, висят то внутрь, то вниз, то пересекаются, то сильно низко растут, то вертикально вверх, и всё равно они покрыты плодами в невиданном количестве, и вот в этот момент, помните, я рассказывал, вот взять их, привезти в наручниках со спецназом, потому что ни за что не поедут себе, вот, а потом наручники разознатутся, сказать, отрезайте, и пока не отрезайте, вот дерево прям этим наручником, одну руку, чтобы не могла сбежать, сиди на воде и на хлебе, отрежь с плодами, и доказывай своё, а тебя каналы снимают, снимают, как специалисток, а потом они начинают снимать, потом уже на улице, ну, а что же на прорез? Ну, заставили резать, и она отрезает, допустим, ветки с плодами, с плодами, и чтобы уже начали, вы что, с ума сошли? А нас так усилить им брезлик, вот, понимаете, до чего дошло? А второе, всё сегодня не смогли увидеть, я вам не показал, где учат, опять чёрный пар, и кто? Один из крупнейших специалистов, а я отословал чёрный пар, это даже не то, что плохо протяпанное там, пофи, чтобы высокая не росла трава, чёрный пар, это чёрный, чёрная, чёрная земля. Кто из вас, кто этому учит, как взять опять наручники, и мне зло берёт, я не могу остановиться и не могу смириться с этим. Ну, невозможно с этим смириться. Ну, хотя бы одну сотку вскопай, и всё лето держи под чёрным паром, то есть, даже если потом уже не лопата нужна будет, а тяпать, 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 вот, она опять выросла, тяпать, тяпать, я четыре покоса делаю, вот, а когда перекапываешь, они ещё лучше растут, знаете об этом, чем когда дёрнут. И вот получается вот эта дурь, а люди-то верят. А я видел, у меня тогда не было фотоаппарата, я еду через май, и вот заборы низкие, жалкие такие, и кругом чёрные всё. Ладно, ещё земли мало, они прямо под самым стволом, просто грядки, морковка, свекла, вот я ещё могу понять, вырастить надо, а где земли просто нет. А то нет никаких грядок, и всё, земля чёрная. Это какой дикий труд, а самого тебя заставь, заставить не потому, что, помните, 6 гектар счастья, или радости я забыл, 6 гектар. Огнево. 6 гектар радости, да? Вот. А здесь 6 гектар каторжного труда, что, с ума сойти? Если это дача участок, 4,6. Какой трактор? Там же лопатой всё. Вы чему учите? Ох, выговорился, выговорился. На этом мы ещё заканчиваем обход. Вот. Видите? Здесь две, а так обидно было. Я на эти, а нет, это не на, наверное. Короче, у меня обидно было как. Подходим слева на абрикосе. Венгерка. И мёртвая прививка. Ну, всё, руки опустил. Смотрим, и там вторая, на таком расстоянии. И живая. Вот. По-моему, эта фотография. Ну-ка, что-то написано. Да-да, Венгерка, вот видите? Вот. Это начало новой эры. Потому что, чтобы вы ни говорили, а вегетативная гибелизация – это пусть загадка, пусть ничего не обещают, пусть не знают, что будет. Ну, в этом смысл, ребята, ради этого жить-то надо. Ну, пусть и обзывают, пусть будут химеры. Ну, какие химеры могут 30 лет-то прожить? Ну, химеры – это то, что не жизнеспособно, поэтому и называли химеры. Химеры – это когда больше одного вида, у гены больше одного вида. Я цитирую в Википедии. Я вам показывал цитату. Химеры – это когда больше одного вида. А здесь что? Абрикос и слива. И абрикосы роскошные. Это второй этаж. И слива роскошная. Вот такая вот. Ну, что, наговорил я вам сегодня, друзья мои. А, вот она мёртвая, видите? Ну, не это, не всё счастье. Ну, так вот. А вот это ещё один пример. Это опять. Да, я отрезал, да, я угробил ветку. Кушать-то хочется. Ну, я хотя бы их, у меня уже сотни, сотни, сотни. А потом ниже опять будет. Обрезайте, 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 обрезайте. Вот там ниже. Мы же, представляете, сколько нам ещё надо предстоит изучать. Вот он, питомник бывший. Всё, он уже больше не тяпается. Теперь он косится. Он ещё густой. Деревья пока небольшие. Они друг, я несколько выпилил. Вот. Несколько. Ну, без перспективных сразу видно. Так. Это питомник Сергея, который превратился уже в маточный сад. Не тяпается. Дёрн. Видите, дёрн. Всё. Дёрн. Это святое. Пока густо ещё. Потом он будет прижаться, прижаться. А куда деваться-то? Они начнут мешать друг другу. Но пока не мешает, каждое дерево это 10, 20, 30 веток на прививку. Если бы вот эти сотни питомников, что украли мои фотографии, они могут розочками торговать. Даже живо-то. но более серьёзных вещей у них нет, они стали перекупщиками. Правильно? Фотографии поворованы у меня. Чтобы содержать даже такой небольшой питомник, как у Сергея, допустим, тысячу саженцев. Вы представляете, какой маточный сад надо иметь? Ведь это не от хорошей жизни, вы понимаете? Я же калечу, 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 калечу. А потом меня же ещё камни кидают. залез железом на чужую территорию, там, где любую дурь воспринимается на вра. Вы знаете, это Поливкина, человек, у которого нет сада, который надёргал, я показывал фотографии, про обрезку. Три дерева растут, растут, растут. Она готова взяла из схемы. И когда резала, 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 отрезала. А потом давай отрезать целиком, то есть уже она как бы переэто. загущённая. Миллион, полтора миллиона подписчиков. Какие она получилась? Наконец-то мы узнали, как надо. Человеку заставили уничтожить сад, заставили делать, даже если бы не погибли. А эти же говорят, эти резалики. Мы режем, они не гибнут. Я в Подмосковье что, слепой ходил, что ли? Сколько сотен видел деревьев, столько было изувечено. Не урожаю в нихрена. Я специально показывал три фотографии с нормальным урожаем. Три из сотен, а это было последнее число этого. Июля. вот так вот. А вот так вот, когда не трогаешь почву, не делаешь дурную работу, режешь, но только ради дела. И тут же мордой тыщут. Сам режет, а людям не разрешают. Ткнули меня мордой. Спасибо вам, девочки. А эта слева, которая подвойная, она бы и так хороша была, но такое никто не покупает. вот, а вообще до сих пор еще ни разу не опрыскано, но уже для нее появляется. Эта, она была в 2010 году посажена, в 20-м не взошла, и взошла в 21-м вот ли будь. Так, ну, это мы в фотографии не видели, это все-таки мы поработали. Вот. И вот так вот выглядит наша красавица минуты отдыха. Вот. А потом я привел сюда, жаль, я тут рядом нет, и говорю, вот этот вот ям набита всеми бытовыми отходами. Так, сейчас еще чуть-чуть просядет, все это будет убрано. Следовать не останется даже. Доски сгорят в костре. И вот это вот слива, венгерка, будет обеспечена на всю жизнь этой самой питательными веществами. Вот. Она уже холодней, чем весна. Смотрите, уже просто какие. Она уже питается отсюда. Мой совет, чтобы уменьшить нагрузку, через 20-30 лет страна погибнет от удушья. Сейчас страны бегут. Вы знаете, вот большинство из нас, мы же садоводы. Большинство из нас это маленькие города и села. Вот. А большие города, в них такая вонь стоит. Единственное, что к ней привыкли, не замечают, что еще были люди. А нормальные люди уже в таких городах жить не могут. Леса горят. Вот. У человека выбора нет. Если он раньше думал, ну, перееду я куда-нибудь в другой город, ну, вся Сибирь горит. Так. и уезжает за границу из-за мусора, которым мы маленькая страна, гигантские территории, я имею в виду, маленькая по населению, да. Как там было сказано? Население, плотность населения меньше, чем в пустыне Сахара. Ну, кто-то считал, сколько там бедуинов, сколько у нас людей. Плотность ниже. И умудрится все это так загадить, а я предлагаю простой выход. Полтора на полтора и внутрь полтора низ. Заль-то заполняется, причем я привожу сюда прямо с города эти же мешки. Я плачу за мой вывоз мусора, но нет, не собачься же, а весь мусор тут. Если бы это делали все полтора сотен миллионов людей, все, кто имеют хотя бы дачи, это была такая нагрузка, можно было бы снять, но для этого надо там, чтобы были наши люди. Вот на этом я и закончу. Пропадает вишневая сады. А почему не знают? И умудряются написать статью, а выхода-то нет. Все, друзья, мы закончили официальную часть. Сейчас мы переходим с вами ко мне в эту самую, как на комнату, комната, комната. Вот. Возьмем пятиминутную паузу. Возьмем. 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 Продолжение следует...